В министерстве ПОЧС заявили, паводки этой весной могут принять иной масштаб. В зоне риска оказались почти все 17 областей. Под угрозой подтопления десятки населенных пунктов. Поэтому Акиматам стоит прекратить вести формальные отписки и реально заняться подготовкой к этому периоду, отметил министр ПОЧС Юрий Ильин. Динара Нургалеева продолжит тему. Этой зимой почва сильно промерзла, да и осадки в виде снега были обильными, говорят эксперты. Поэтому поводка опасными сейчас считаются практически все регионы нашей страны. За исключением Мангистаусской, Лутаусской и Павлодарской областей. Повышение температуры и дожди в марте могут спровоцировать тало-дождевые поводки. Прогнозы МЧС звучат неутешительно. В зоне потопления могут оказаться 255 населенных пунктов, где проживают более 700 тысяч казахстанцев. События, произошедшие в начале февраля, шокировали казахстанцев. Резкое потепление, таяние снега и обильные дожди на юге страны стали причиной подтопления сразу 46 населенных пунктов в период высокой воды. Город Арысь напоминал Венецию. Дома, оказавшиеся в плену у стихии, спасатели отстояли с минимальным ущербом для сельчан. Критичной ситуации можно было избежать, заявил министр ПЧС. Многие даже лень выйти почистить Арык рядом со своим огородом или домом для того, чтобы беспрепятственно прошла вода. Сейчас и есть меры административной ответственности. Очистку прилегающей территории должны вести и Акиматы, но они выполняют эту работу неохотно, считает Юрий Ильин. Глава ведомства по чрезвычайным ситуациям направил десятки уведомлений региональным властям о необходимости возведения водоотводных каналов и дренажных систем. Свой прогноз готовят и в Казгидромете. В ряде регионов, это восточные области, это северные области, снегонакопление продолжается. То есть еще в марте, и еще в марте мы ждем, что будет снег выпадать. Мы буквально на следующей неделе планируем выпустить уже основной прогноз на период паводка. В МЧС объявили о готовности на республиканском уровне. Этой весной паводок может быть масштабным. Эксперты считают, что наиболее сложная ситуация может произойти в Туркестанской и Казгардинской областях в случае повышенного сброса воды. Шардаринского и Куксарайского водохранилищ будут потоплены близлежащие населенные пункты. Динара Нургалиева, Дидар Елеов, Информбюро, Астана.